Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Что-то печку натопили, уже тепло. Надо раздеться. Номер 353, события дня. Как эпиграф, еще не скоро я его уберу, потому что все новые и новые сведения поступают отовсюду. Все по-мерзки делается. Яков, 4-4, прелюбодеи, прелюбодеицы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом мира, то становится врагом Богу. Спрашивает, а как другом быть миром? Не любите мира ни того, что в мире. Вот дальше поясняют, это за 29 ноября 2016 года. Не любите мира. Вот я посмотрел, как умирали. Хрущев умирал, сейчас много стали писать об этом. Жуков, Георгий Константинович умирал. Как Черняховский погиб. Вот на Украине, там какие там знатные люди умерли. Еще только не было в их жизни. Но вот смерть подвела итог, и еще нету. Нету. Ну что, невеликим ли был Сталин? Где чего от Сталина? Гитлер был, схватились, бились. И мирным путем разрушили страну. Мирным? Гитлер не мог этого сделать никто. Боролись против евреев тот и другой. Ни одного нету, а евреи набрали какую силу. Почему? В Библию надо смотреть. И когда итог подводит в нашей жизни Господь, черту проводит. Вот родился год, черта. Ну, кто живет, еще там нет цифры. А обычно, что черта, цифра, вторая стоит, все замкнулось. И теперь только где-то там Википедию, энциклопедию интернетовскую вставят что-то. Как-то жил, был там Абдулов такой, считаешь. Писатели, поэты. Какое-то счастье, внес славу Родины, что-то своей. Ну, когда ты умер-то, за смертью начинается бессмертие. Вот хорошая фраза. И теперь вот это-то все как... Ну, в утробе матери был, человек рождается. Ну, допустим, да, действительно, у него там все. И питается соками, и плавает вниз головой в этой околоплодной жидкости. Ну, все как надо. А там другая жизнь на выходе. Да больно, то другое. Ни один с улыбкой ребенок еще не рождался. Это другой мир. Другая среда. Вот так и смерть. Жил, и другая среда. С улыбкой умирали те, которые знали, что будет там. Желаю разрешиться, желаю умереть, чтобы быть со Христом. Отец, желаю разрешиться, чтобы быть в корме червям? Конечно, нет. И ты слышишь, там внезапно, там авария, там футбольная команда, там в Колумбии, там в Ростове, там в Ереване. И где только не считаешь. С чем пришли к этому последнему факту? Ну, ладно, был там такой-то, такой-то. Гердар Алиев. Жесткий там такой, говорили. Теперь сын его. Но тот умер, этот умрет. Вот сколько в Корее меняется. Там Ким Ир Сен, за ним другой. Все это друг за другом стоят. Сытые, упитанные. Умер, ничего нет. Охрещали тебе слава. Где слава КПСС? Не на одной крыше нету. Везде сами себе писали славу. Главное – приготовиться к смерти. Главное. Помни о последнем твоем дне. И вовек не согрешишь. И вот это мир, то, что любит мир. Звание, должность, зарплата большая, чтобы было. Ну, много ли надо человеку? Только вспомнишь, сколько других людей в других странах. Как они живут бедно. Вот что нужно ценить? Постельку свою. Вот на которой ты спишь. Вот покажи моя постелька тут. Маленькая. Вот обыкновенная постель, доски. А на чем полезнее спать? Полезнее спать так. Если золотая кровать, тебя вместе с кроватью распилят. Это я вам золотолус говорю. Полезнее всего. Вот и все. Вот. Снял тут свое заплатанное. Никому оно не мешается. Полное спокойствие. Полная тишина. Не в общественной квартире. Чистый воздух. Понимаете, что человеку нужно покой, мир. Отношение с Богом. Встали. У нас сходили на улицу. Приготовили себя. Сразу на молитву. И весь день по-другому идет. Я просто афиширую о том, что вот как жили бедные люди. Христиане смотришь. От всего лишились. Ну не то, что там в монастырь куда-то пошли. А просто жили бедно. В монастыре там проще еще было прокормиться. И они не знали, что такое мир. В миру жили и не знали, что такое мир. Ну как, все время делят что-то. А когда человек удаляется где-то, у него мысли. Делать только для себя. Постился, молился. Один думает, и уже мысли. Как там Макарий, Антоний. И в это время есть и такой, как я. Понимаете, это не гордость, не прелесть, не гордыня. Это притом не один. Это только пишут о которых. Это то, что пишут, умножать нужно еще, может быть, тысяч на десять цифру ставить. В разы умножать. И Господь посылает его. Покажу тебе завтра. Вот Ефрем Сирин. Тоже такая мысль. Такой простой был, пустынный соловей. Не любит мир. Потому что он не любит, то не любит. А если такой, как я, вот так, чтобы постился, молился. Вот это у них завихрения такие. Господь говорит, иди. И кто первый встретится, тебе расскажет. Идет. Ну, ясно, девка идет. Что встретится какой-то философ. Встретится какой-то свергнутый Янукович. Тебе расскажет, как правильно надо было, как неправильно. Ну, встретится на пенсии, там, Бернард Шоу, там, тебе расскажет. Мудрый до старости. Ничего подобного. Идет женщина. Идет и песенки поет. Раскрестанная, там у нее бикини, там, что там на ней надето. Сразу видно, откуда катится. С ночной работы. Работала во вторую смену. Или в третью. Он сразу остановился. А куда идти-то, когда первая? Это она первая. Остановился, смотрит. И она сразу встала. Она его измерила по своим параметрам. Годен он для нее или нет. Может ли он и на нее деньги заплатить за ночь-то. И он не выдержал. А что ты на меня смотришь? Понятие. Но какой ответ жал, но только не такой. А как? Что? Я из ребра взята? О, Писание знает. Я и должна смотреть на тебя. Откуда я взята? А ты взятый с земли, Адам-то. Не из женщины. Ты бы мог на меня смотреть, если бы ты произошел от меня именно. Но именно ты-то, мужчина-то, откуда? И поэтому смотри в землю. Что на меня уставился-то? Ясно, что красивая. Вот это урок получил. Развернулся наш Ефремушка и поволок. С Ефрему прямо эти лица. Сразу нашел Писание написано. Там говорится о колене. Израильском. Двенадцати колен. Так, этот идет. Кто? А вот там тебе встретится на первой улице. Такая-то там проспект Ленина. И там крайняя халупа живет. Там еще не застроились. Туда зайди. Постучался. А кто здесь живет? А вам что надо? Заходите, пожалуйста. Вы видим странник. Угощайтесь. Тут начали ухаживать. Ой, как принимают. Он уже отвык от этого. Это я говорю об Антоне и Макаре. Им всем это все блазнилось. И вот я пришел поучиться у вас. У нас? Ну, мне так Бог сказал. Выдали меня пример. Он сказал, что выше тебя есть. Выше. А ты кто? Да я пустыник. Я вот так-то, так-то. В неделю один раз один сухарик просворку съел. Ну, пескариками спасаемся. Да кого на что учиться-то? Мы вот две разные. В разных местах жили. Ну, я там Русь. Ну, а это Испирь там откуда-то пришла. Иди. Да мы выше за родных братьев. И живем в одной квартире вместе. Ну, что у вас особо ничего нет? Так я вот к вам учиться. Это кого учиться-то? Ой, ну, прям вот смех какой. Да мы ночью сегодня обе с мужьями разделяли ложе. Понятно вам что-то или нет? Мы не все к индустрии работаем. Мы ублажали своих мужей. Встали утром, отгремим тут. А давно ли вы вместе живете? Да живем уж 8 лет. Ну, а какой подвиг-то делаете? Какой подвиг? Ну, к кастрюлям вот гремим. Мужья иногда вот. Они встают теперь, на работу пойдут, и уготовят, и встретить ласково надо. Ну, что-то особое-то есть. Везде это делают. Не знаем даже. Значит, вы друг друга до этого не знали. На одной кухне коммунальной, да? А как отношения? Какие отношения? Ну, между собой-то, ну, что-то такое бестолковое. Ну, бестолковое, прости, Ава. Я не знал, что я бестолковый. Благодарю, что пришел, сказал. Ну, дальше-то что? Не знаем. Ну, вы хоть ссоритесь? Мы? Никогда. На одной кухне и не ссоритесь. Восемь лет никогда развернулся и пошел. Вот в чем дело-то. А в монастыре Пахоми 11 тысяч монахов. 11 тысяч. Это сколько бы храмов сегодня там в форпосте построили-то? У Лонгина-то? Ну, там 180 монахов, а они уже, наверное, пятый, десятый храм строят. А у них ни одного. Храм-то есть, а священник, конечно, зачем. А где священник появляется, там скандалы будут. Борьба за власть. Пахоми решил, чтобы жили мирно, священник не нужен. Ну, а как причащаться? Наймем, деньги соберем, позовем, патриархия нам даст какого-нибудь одного. Придет Сергий, отслужит у нас службу, да и все. Священника заводить не будем. Понимаешь как? Какие образы? Не дружите с миром. От мира не берите эти качества. Вот, хотел он быть обязательно маршалом. Может, маршалский костюм завтра наденет? Не наденешь. Сзади снаряд и пробил. Я говорю о Черняховском. А сколько таких? Ватутин. Отчего погиб? Какой дорогой поехал? Кто его туда затащил? Любимый, хороший. Ну, все. А Малиновский, что с ним было? Все умерли. И под концом, в конечном уже, последнее, что просит? Водки выпить, огурчиком закусить. Считаешь? Ой-ой-ой. Вспомните, Мономах или Сильвестра, ну, пишет Домострой. Как умирали люди, какие наказы дает? Мать Климента Анкирского, она ему часов восемь наказывала и наказывала. Как жить? Что она ему наказала? Как деньги хранить? Нет. Как с девушкой какой познакомиться? Нет, она говорила только об одном. У меня роды были трудные, отец умер. Толкни и закрой. Я говорю, а кошке тут мешает. Вот. И она наказывает ему. Будь истинным христианином. Я очень хочу, чтобы ты был мучеником. Постарайся так сделать, чтобы тебя арестовали, тебя мучили и тебя казнили. Климентушка, я тебя очень прошу. Помни о моих муках родильных. Как я старался. А ему-то там лет семь или восемь было оставался. И вот теперь вся жизнь его будет как будто запрограммирована. И больше его за всю мировую историю никто не мучился. Ну, взяли там где-то в ИГИЛе, где-то сталинские застенки НКВД. Ну, сколько их мучили? Там год, три, четыре. Ну, другая власть меня не лезет. А это 29 лет, почти 39 лет, 11 месяцев. Его мучили и мучили и мучили. Ни одного, говорит, места у него не было, чтобы его тело кусками вырывали. Как тогда мучить умели? Вот как он выполнил наказ матери? Чтобы меня называли матерью мученика. Не матерью президента, кой там принц у ней. Все умрем. Вот не любите мир и не того, что в мире. Смотрите, сколько за этим история. И куда бы ни глянул. Я эпиграф этот снимать не буду пока. Я вижу, как все только по-мирски вокруг. И просят. Если я понимаю вопрос, а у вас не по-мирски? Ну, где по-мирски? Скажите, где? Я сам со собой, может быть, не вижу это где. Что людям надо? Мы к этому не стремимся. У меня минимальная пенсия, бомжа. Вы же говорили, сколько раз. Да вы соль в 35 лет трудового стажа. Да пойдите. Да ну, что ж вы не хлопочете-то? Я один раз сходил и посмотрел, как люди там мучаются. Да сколько они мне прибавят-то? У меня 6523 рубля. А если в два раза будет 12? У нас знакомые ему в три раза больше платят. И денег не хватает. Меньше моего никто не получает. Это непрожиточный минимум. Власть так устроила. Я благодарю Бога. Вот только, ну, буквально на днях опять спрашивают. Ну, дайте, вчера даже одна, опять, скиньте ваши какие-то там карты, какая у вас, мы вам перешлем деньги. Вот у меня телефончик вот такой вот. И все время кто-то забрасывает деньги. Ну, кто? Я говорю, поехал в отпуск, я позвонил. Ну, не в отпуск, деревня. Может быть, раза два. Ну, застряла машина, ни у кого не работает телефон. Тут я позвоню. А так не звоню никогда никому. Вообще не звоню. Ну, бывает, ну, необходимо что-то прямо срочно. Тогда там сигнал, а мне звонят. Поехал, 300 или 200 рублей было на книжке. А возвращаюсь в Потеряевке за 4 месяца. 8200. Кто? Понятия не имею. Я сразу отдаю, кто многодетный там или приезжий. Они снимают, снимают, оставят 200. Сейчас опять уже 2000 накидали. Почему? Бог. Я принимаю это от Бога. Да благословит Бог всех, кто это делает. Ко мне не прилипло ни одной копейки, ни одного цента за всю мою жизнь. А это проверить на меня посмотрите. Книжка сберегательная все время на нуле. Почему? Я не люблю то, что в мире. Мне не нравится. Мне нравится, как одеваются. Даже верующие без платка. Я не могу спокойно видеть женщину, девочку и девушку без платка. Без платка она как блудница. Без платка она видно, что не молится. Вот и все. Я не люблю того, что в мире. Не люблю. А что вам нравится, женщины? Как мусульманки одеваются. Мне вот это очень нравится. Как целомудренно они. Как себя ведут. Вот. Ну и вокруг все там, что касается. Еда, усилица разная. Обыкновенная картошка, но самая мелкая. Что по крупнее отдать кому-то. На суп там покрошить. То есть в любом вопросе. Вот самая малая бумажка. Старые книги привозят ко мне, чтобы я взял на... На растопку. Корочки отдельно до переплета. И взорву ее всю книгу. А первое, форзации. Я их сюда. Вот они у меня лежат здесь. Что-то на них написать надо. Сегодня только отдал отдельно закладку. До минимума везде экономят. Не любите мира, не того, что в мире. И вот надо что-то сделать. Сегодня заходят опять там одна учат. Как мне делать вот в интернете. Ну благодарю, но не умею. Ну почему вы тут сделали так? Не знаю. У меня нет ни к чему. К этому мирскому. Навыка и тяги. И Бог дает людей вокруг. Жил у меня тут. Очень разбирался. Судник Николай Николаевич. Тогда был и романах. Напанаил. Я единственный раз в жизни встречал людей, которые не глядя быстро печатают. И без ошибок печатают. Десятью пальцами. По русски и по английски печатают. Другой тут. Контор. И шрифт нажми только. И уже шрифт другой. И этим писал так. Я романах. Вот здесь вот у меня сгорбатится там. И считает по-английски там был. По-китайски начал учиться. Мне это очень интересно. Вот такими людьми разбирается в компьютерах. Как он снимал. Тут все у меня вытаскивал изнутри. Написано, куда книги я издавал. Везде. Как только все сделал. Как ракета. Часть ракеты отработал. Ушел. На его место пришел сейчас Никита. Он разбирается. Че я на кухне сейчас готовит там. Никита, иди сюда. Что-то у меня опять не ладится. Видите как. Я к тому, что не любитель, что в мире. В мире вот какие они там порядки устанавливают даже здесь. Аватары я терпеть не могу. Ники разные. Фамилия, имя, фотография. Там темные очки наденут. Или боком разворачиваются. Фотографируются. Ногу согнет, чтобы зад отклящился. Девчонки, терпеть не могу. Как-нибудь выскажу. А что я терпеть буду. Ну и вот тут я показал. Прочитайте это все. Два шот. Три фильма. Вот они где. Считайте. И что сказал один служитель Московской патриархии. Семинарий духовно, академии мне дали очень много. Я научился так врать, что я сам в это верю. Что именно не надо крещения такое. Это все не нужно. Оглашение за детей не нужно. То есть его этому научили. Никакой пить имени не надо. Он все прекрасно знает. Вот. То голуби у меня, то кошечка. Вот она. Видите, смотри, как она сейчас прыгнет. Вот так. Вот так. Всему свое место. Вот. Вчера я прочитал. Это еще 24-го было. Приезжали корреспонденты разные. Из интернета взял. Обязательно всем жителям всегда носить пояс. Рубаху на выпуск. Как принято у русских. И не подражать в одежде иноземцам. Не любите мир и не того, что в мире. По деревне не разрешается ходить в оголенном, непотребном виде. Взаимопомощь членов общины. По-тиральски это из нашей устав. От общих работ по храму и пруду и другим не отрекаться. Самобольно в деревне никого не приглашать. Если же кто из чужих курит в данный момент, не разговаривать с ним, пока не потушит папиросу. Уважайте хотя бы самих себя. Старайтесь иметь все по возможности. Свое. Чтобы не стать господином дай. Никаких дел сделок денежных и вещевых. И иных не производить с замужними женщинами без ведома и согласия их мужей. Где ставить дом? Какие деревья можно срубить? Срубать. Срубить тут было. Близо дома. Все по разрешению старшего. Даже на самое короткое время отъезжающим просить у священника совета благословения на путь. Не самовластвовать. Без советия и непослушания. Вот два коня в колеснице, несущиеся в адскую пропасть. Из устава православной общины села Потеряевка, Мамовский район Алтайского края. В селе 1991 года живут несколько десятков человек, которых объединил проповедник Игнатий Латкин и Отец Аким. О том, как в Потеряевке встретили праздник Пасхи. Фотографии Андрея Каспришина. Это его текст. Фотографии Рио Новости. Откуда это идет. Ну и дальше про наш лагерь. Это все с интернета вчера взял. Организатор лагеря на Алтае. Целью этих проверок является восорение Антихриста. 6 августа. Это 2016, какого, 11-го года или какого тут. Что-то я не видал. Это раньше было. Фото, соцсети. Игнатий Латкин считает, что люди, устроившие проверку в детском православном лагере в деревне Потеряевка, преследуют цель разрушения личности, семьи, веры, государства и воцарения Антихриста. Посторонний вход запрещен. Эти ребятишки стоят, это уже выросли. Вот сын священника Ваня Ярволенко из-за дерева выглядывает. 18 июля 2016 года, в 22.00, в детский православный палаточный лагерь деревни, палаточный, теперь уже не палаточный, было келье, потом пишут неправильно, потеряя в Колтайского края с проверкой, прибыли представители Роспотребнадзора МВД противопожарной службы, которые выявили ряд нарушений. Видео с проверкой на днях было выложено в интернет. Вот детский православный палаточный лагерь. Палаточный, не палаточный он. Не в деревне, а 500 метров от деревни. Вторая ошибка. Прибыли в 22.00. Да полиция, Роспотребнадзор 22 и не было. В одном предложении три грубых ошибки. Ну как это можно? Да и не со зла, а по небрежности. Пишут иногда, ну прям ошибка на ошибке. Как написали, сверхте с тем, о ком писали, чтобы он поставил вид, что да, правильно. Вот у меня были такие, тут пришли там, дачный участок или как называется, там незначительный журнал. Она пришла, все расспросила, я голубей как раз тут кормил, они на руку садятся, все описала. Но когда я писала, я уже в потерявке был, прислала туда материал, и там я проверил, обратно отослал. Ни одной ошибки. Ну не ценят себя. Они приехали тут, и люди-то хорошие, я их знаю, корреспонденты. Ну просто хорошие люди. И пишут, у Игоря Барабаша 300 гусей. Он даже одного гуся никогда не держал. Ну откуда 300-то, и посмеялись только и всего. Ну напиши, у него табунка, гурт коров. Ну да, 36 рогатого скота. Во всей деревне столько нет, сколько у него одного. Ну так и написать надо. В деревне у большинства там несколько тракторов. Ну несколько только у одного, Игоря Барабаша, а у других там по одному трактору. Ну, а несколько у многих. Ну неправильно пишут. Вот. В списке нарушений, выявленных после приезда представителей государственных служб, числятся. Купание в местном пруду. Там 200 лет уже купаются, 200, через два года будет. Не такая вода. Какая вода? Дождевая, родниковая. Употребление колодезной воды. Ну не говорят, что они говорят, что колодезная, это бы ладно. Ее надо по шлангу гнать, а вы в ведрах носите. Резина-то лучше, что ли? Сколотая эмаль на крышке кастрюли, там меньшей толщины пальца. И разделочные доски, сделанные из того материала. Дальше. Я организатор и создатель лагеря. За 45 лет не было ни одного заболевания, ни одного повреждения, ни одного отравления, ни одного погибшего. Чего им надо? Негодует 77-летний Игнатий Лапкин. Это они должны приезжать, чтобы учиться, как жить. Ни одной таблетки дети не ели. Мы их вводили в природу. По словам старца, сразу после проверки лагерь был свернут, а дети отправлены по домам, хотя сезон должен был закончиться только 2 августа. Теперь организаторы намерены перевести его в совершенно другой формат. Для этого они хотят приобрести несколько домов в деревне. Приобрели уже. Куда дети будут приезжать в гости. Уже записываются. В частные дома, по словам Игнатия Тихоновича, Роспотребнадзор входить пока не может. Видите, вот мы об этом говорим. Вот мы еще на собрании говорили последние. Мы жили открыто, ни от кого ничего не скрывая. Каждый день у нас были молитвы. Все дети были веселыми. Поделился с лайфом Игнатий Тихонович. Многие из наших детей являются отличниками учебы, служили в президентском полку. Немногие. В президентском полку служил один. А отличниками – да. По словам организатора, в лагере находились дети не только из Алтайского края, но и из Екатеринбурга, и даже мальчик из Канады, отец которого, по словам Игнатия Тихоновича, не смог найти лучшего православного лагеря. 27 июля в Женнадорожном районном суде Барнаула состоялось рассмотрение дела в отношении руководства лагеря. Судья вынес решение о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления. Удивительное дело. Мы православные, мы молимся, рассказал Игнатий Тихонович, поэтому Бог за нас. Сам Игнатий Лапкин считает, что цель этих проверок является разрушение личности, семьи, веры, государства и воцарения Антихриста. Видите, вот день этот один. Так день-то это один. Я нацеплял-то сколько, сейчас просто покажу. Смотри, где здесь. Так, потеряю-то лагерь. Вот сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать разных ресурсов. И все про нас. Потеряевка тут, Тритунский, Потеряевка старого. Даже Тритунский открою. Александр Крутов. Ну, это журнал такой. Как-то он называется-то тут. Колонка «Русский взгляд», тут же архив, ссылки немного. Семейная лепость, летопись. Тут внимание, почты. Тут другое. Заповедник православия. Вот статья какая. Это журнал по благословению патриарха Кирилла. Там Крестьянкина и благословение Гурьянова. Как он называется-то? Ну, что-то такое. Деревня в Алтайском крае. Вот я буду стоять. Посмотрите, какая статья. Я беру на экран. А вы затормозите, прочитайте. И дальше. Опять затормозите, прочитайте. Какие радостные люди. К батюшке подходит благословение. Это Надежда. Тоже с красным дипломом медицинский университет закончила. Это в общине, не в Потеряевке. Как воспитаны, детей, как живут. Здесь все написано. Затормозите, прочитайте. Не пожалеете. Так. Влюбленный в Святую Русь. Ну, я никогда ее Святой не считал. Просто Русь. Миссионерско-проповедническая деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина просто потрясает своими масштабами. Откуда берет силы? Бог помогает, коротко отвечает он. И добавляет. 50 лет назад встреча с Христом преобразила мою жизнь. Эти слова никогда не будут умирать. В 2012 году Лапкин предпринял беспримерное миссионерское путешествие по России. Ради этого путешествия был приобретен автомобиль «Газель». Трое людей и собаков проехали 250 городов России. Везде Игнатий Тихонович оставлял в подарок свои книги. А издал он 38 томов под общим названием «Открытым оком». Какие фотографии. Я сейчас прочитаю. Загляну, журнал где-то здесь даже есть. Ради того, чтобы их написать, освоил компьютер и провел за ним 30 тысяч часов. В книгах даны ответы на 4124 вопросы, которые мы задавали во время лекций в техническом университете, тюрьмах. А отдельно был издан великолепно оформленный цветными иллюстрациями Гюставо Даре трехтомник Нового Завета. Закладочки «Цвета российского флага». О комментарии Игнатия Лапкина. Эти книги были подарены Путину, Медведеву, Патриарху Кириллу. За время поездки по стране распространили более 6 тонн книг. Не 6, а 16. За день «Газель» преодолевала более 1000 километров. В 2013 году состоялась еще одна поездка. Теперь позади остались Кавказские республики, а также 15 стран. Среди них Германия, Австрия, Сербия, Польша, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан. За два года намотали 80 тысяч километров. Два раза вокруг по экватору. И на этом Игнатий Тихонович останавливается, не собирается, выращивая планы дальнейших миссионерских путешествий. Вот в 14-м году как раз мы проехали до Лиссабона. До Лиссабона страны там Грецию, до Афин. Потом ушли на Скандинавию, оттуда при Балтику. По Теряевке Лапкин показал мне старинный колокол. Дар от людей, которых он спас от преступников. И там где-то опрокинулась машина, и они там что-то достали. Колокол 1774 года. И даже позволил мне несколько секунд побыть в роли звонаря. Звон у колокола мелодичный, долгий и очень чистый. Ощущение, что уплывающий в окрестные дали колокольный звон, уносит все ненастоящее, не свойственно человеку, ощущая душу. Вот так и братья Лапкины бьют во все колокола. Из своей потеряевки, словно созывая, вернусь в потерянную нами Русь. Владимир Васильевич Ритунский, спецкорреспондент. Российский дом, так кажется, вот Орде. Алтайский край. Вот, Теги. Теги, Теги. Теги называется Гусей, когда зовешь, тогда Теги. Так, минутку, прям я сразу же найду. Какой журнал-то это? Ой. Что же тут я сразу-то ссунулся и не сразу нашел. Ну вот я теперь уже пошел. Российский дом. Даже где-то лежал же здесь. Эх, ага. Убрал или отдал кому? Не знаю. Ну я не знаю. Никак не знаю. Да вот же, сверху лежит. Эй, слепой. Вот он, русский дом. Да, русский дом. Пожалуйста. В этой деревне огни не погашены. Это номер 3-й, 2014-й год. Журнал для тех, кто любит Россию. Ну вот. Видите сколько. В этой деревне огни не погашены. Вот она статья. Вот фотография на первой премии получила в Рео новости. Вот она. Это епископ Максим приехал у нас. Вот как раз эта картинка. Вот она стоит. Вот тут свадьба справляется. По деревне идем. Вот оно все. Мештатный корреспондент. Видите как. То есть очень большие журналы. Журнал УВД. Российская УВД. Управление внутренних дел. И то там написали огромные статьи. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. И дому вашему. Слова из Евангелия, вынесенные в заглаве ваших роликов недавнего времени, касаются взаимоотношений христиан и мира. В частности, Яков 4.4. Кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. 1 Иоанна 2.15. Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, то нет любви очень. По всей вероятности, эти слова на вашем канале, что перед моими глазами не один день, спровоцировали сей вопрос. О чем говорят апостолы? И как их слова соотнести с сегодняшним миром? Толкование знаю. Но вопросительная мысль постирается дальше. В частности, иудеи жили в соответствии с законом, что оформилось ко временам апостолов в иудейскую культуру. Так вот, эта культура – мир или нет? Вот вопрос какой. Юрий, он преподает в Государственном Красноярском университете, в академии и ведет курсы при епархии Московского патриархата. Окружающая их языческая культура – это понятно и очевидно, что мир. А иудейская или сегодняшняя европейская культура нынче Хиревича – это не просто колыбель, но и следствие христианской культуры, даже шире – христианской цивилизации, со всеми коммунизмами, фашизмами и прочее. Но обращаясь к нашей светской культуре, а мы таки говорим, к миру мирскому, обнаруживаем там многое из того, что буквально основано на христианских заповедях и новозаветных мучениях, это отражено в искусстве, законодательстве, политике, менталитете. Так вот, в этом случае это мир или божественное? Вопрос-то такой задать надо, а что-нибудь глубинное такое проникновение в суть. И еще я решил добавить. Вопрос, конечно, дерзновенный, но это не праздное любопытство, не мое влечение к миру, это вопрос теоретический. Он возник, а удовлетворительного ответа я пока не нашел. И вот все удивительно, вот обращаются ко мне люди, зная на сто процентов, что у меня нет образования никакого, ни гуманитарного, ни духовного, там, семинария, академии. А почему? Доверие. Доверие не ко мне, а к моей любви, к Слову Божию и к молитве. Вот два. Меня в этом никто никогда не собьет. И все знают. Сектанты, там, протестанты знают, что я люблю Слово Божие выше всего. Я отвечаю. Законоведческий институт Рима базировался отнюдь не на заповедях Торы, пророков или Талмуда. Вот одну эту фразу осмыслите. А на основах Законоведческого института Рима все остальные конституции мира основаны. Вот еще что. Так откуда же столько доброго было в тех законах, заповедях, суровых завоевателей, написанных ими для самосохранения, для поддержания порядка в государстве, принятых еще до зарождения христианства? Если он отвечает на этот вопрос, он ответит. Святой апостол Павел относит это не к культуре разноплеменного Рима или его вассалов, но к совести человека. А совесть, как мне пришлось вывести афоризм, суть тот участок души, через который слышим голос Божий. А Духа Святого? Как это? Это у них там, пока я говорю, не все, но многое. Римлянам, ибо когда язычники, не имеющие закона, то есть речь идет о римлянам, к римлянам как раз пишет, по природе законное делают. Не имеют закон, а делают законное. То не имеют закон, а они сами в себе закон. Откуда? Совесть. Почему? Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдающие, одна другую. Что такое совесть? Вот я как раз еще раз говорю, смотрите выше. Он не нашел. Сейчас так, добрый завоевателем. Совесть, как мне вывести? Так, совесть. Тот участок души, через который слышим голос Божий. Это у меня наработка, моя наработка. Смотрите, как будет. Тот участок души, через который слышим голос Божий. Это, если где-то такое встретится, это мои слова. Так вот, я за них отвечать должен. Потому что святые другие давали ответы. Я никого не опровергаю. Я даю, чтобы понятно было. Совесть. Это не душа, а участок души определенный. Есть сожженная совесть. Участок сгорел, и он ничего не слышит. Голос Божий не слышит. Это через огромные работы, которые Бог позволил делать, встречи с людьми, передо мной прошли не десятки людей и не десятки тысяч, а много больше. Выступления были, три радиопрограммы вел. Речь шла уже на миллионы. Выступала в Москве, в «Голос Америки». Только по радио не считаю, что все время благовествовать приходилось и на стадионах, и в больших обществах. И, наконец, я вывел вот это. Говорят, нет национальной идеи. Вокруг сидят академики, профессора, а я там бошка, бошка, бошка. И все говорят, вот сейчас нет идеи национальной в России, как бы объединить-то всех-то. И я в это время высунул, поднял, мне сразу спрашивают, и вы знаете? Я говорю, конечно. И можете поделиться, могу. А только что прошел конгресс, там был Алферов, лауреат Нобелевской премии «Жарес». И сидим за столом. И как это? Я говорю, это четыре слова. Я начал формулировать. Первое слово, говорю, дети. Все сразу, о. Это действительно будущее страны. Ну и что дети? Воспитанные. Так мы стараемся. Во Христе все точки. Вот что нас объединяет. Мы друг другу будем помогать. Как воспитать? Тогда не будет разводов. Разводов не будет. 17% если в стране разводов. Я могу ошибиться, там, или 13, или 17. Надежда Константина Крупская говорила, это национальная трагедия. А сегодня 85-90%. Сколько трагедий-то? Ну разделите это. Минимум 6 трагедий уже каждый день. Все мирных за рубежом не лучше. Это даже не будет оборотней полиции, не будет оборотней врачей, предателей, депутатов, коррупционеров. Никого не будет. Все будут знать, есть суд божий. Суд божий. Поэтому я пришел к выводу, что судьями могут быть только верующие. Неважно кто. Православный, католик, баптист, мусульманин, буддист. Не имеет значения. Главное значение. То есть, конечно, лучший христианин. И лучший православный. Ну, кто домашних не заботится, тот отрекся от веры. Но главное, чтобы он знал, неправильный суд, ему на суде Божием Бог это все вернет. Вот как. Дети, воспитанные во Христе, а национальная идея. Ничто нас с тобой больше не объединяет. Притом беспроигрышное. И притом все силы, все туда надо бросить. Учить. А где образец, как учить? Я опять скажу, опять недовольный. Как евреи учат. Евреи. Они вот с пеленок ему говорят, тебе управлять миром. А ты скажи, тебе управлять самим собою. Ну, а из маленьких, это частичек составляется всеобщее. Вера во Христа. Иначе сладковатая. Заметь, какое я дальше объясняю. Сладковатая. Ой, сладковатая, хорошая, нет. И редкая в продаже плоть. То есть у людей, тело такое, когда едят. Добыча каннибалов была бы на столе всех гурманов. И сибориты составляли бы и сегодня каталоги и реестры. Какая часть повержена врага и кому достанется на блюде. Вот я ему закатил Юрию. Преподавил. Я думаю, не один раз просчитал, что. Иначе, если бы не было того закона, и не было совести, то вот-вот-то и было бы. Ну, как у зулусов. Что такое хорошо? А когда я убью врага, завладея женой, домом. А плохо? Когда он убьет меня, жену заберет. Дух Святой рождает и посылает по белу свету доверившийся ему. И к хорошему, но еще не спасительному, удовлетворяется веяние тихое, приводящее в царство любви и света царства Божия. Римлянам. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? И как слышать без проповедующего? И так проповедовать? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир. И далее, считайте. И то, что сегодня грамотно и называют культурой, иной культ на ура. Вот что-то культура. Вот заметьте. Культ на ура принятый. Вот. Культ, иной культ какой? Земное все. Воспитывать. Они везде на Олимпиадах первое место занимаются. А потом стреляются, как сейчас в Пскове ребятишки. Сатанисты лезут. Сегодня грамотное называют культурой. Я даже когда написал это, думаю, как бы Юрий слишком впечатлительно на себя не повлек это. И скажет, наверное, про меня тут говорится, я культурный такой. Нет-ка, я ко всем говорю это. Иной культ на ура. Вот это культура. Иной культ, кроме Христа. На самом деле есть в полноте своей, даже в самой лучшей харизматической обертке, лишь тень будущих благ. А вернее сказать, от света, от той тени закона и миража в свободе временной. Кто на ком стоит, поневоле вспомнишь. Но мне хотелось сказать, грамотным по-грамотному выразить. Это не мои. Я так обычно не разговариваю. Про меня когда писали, говорят, вот самое сложное подать в самом простом любой. В этом весь Лапкин. Но тут как бы меня и нет. Из любой заповеди самого тоталитарного режима в его лакированной обложке, кодекс со строителя коммунизма или фашизма, есть множество прорех, где выпящиеся рога ненависти к инакомыслящим и ко всем, кто не от мира сего. И все потому, что они не от мира в самом втором рождении для инобытия со Христом и жизнью во Святом Духе. Кто на ком стоит. Чтобы понять тебе, что сказано, надо прочитать не один раз. Но точнее, проще не мог сказать в данном случае. Я вижу, кто передо мной. И дальше. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидели. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их. Потому что они не от мира, как и я не от мира. Непримиримы на всех врагов земного рейха. Дальше. Пишу вчера я в администрации нашего видеоканала. Видите как. То есть не я ставлю ролики. Я составляю, и потом их отсылаем, и там ставят. И я в администрации написал. Мне посоветовали на входе какой ролик. Заменить другим. Там, где поется вот это, Владимир Мачалин составил гимн нашему сайту. Вот гимн сайту. И мы это сделали. Ну как могли. Никита помог. Вот тоже все не знал. Получилось как бы растянутое. Из этого тоже можно взять пользу. Думается в слова. Фотографии. Фотографии непонятные. Тут мне сразу говорят. Что вы тут опять загадали загадки? Что за фотографии? Еще вчера не было этого. Вчера уже заранее я выставил ролик. Мы записали. И отдельно предисловие к этому ролику. Иначе никак. Фотографию смотреть. Поет музыка. И объяснения. Три не совмещаются. Только два. Момента. И пришлось отдельно ролик составить. Объяснять каждую фотографию. Так. Я написал в администрации. Я упустил снять копию ролика. Входа на наш видеоканал. Который был до этого. Его уже нигде теперь не найти. Говорю о прежнем входе. Который сегодня убрали. Там было много отзывов. Там около 85 тысяч кажется. И количество посещений. Жду теряшку. Никогда ничего бесследно. Не уничтожать. Везде есть ценное. Ну я так и не узнал. Целый он или не целый. Но будто бы администрация. Вчера мне нашего ютуба ответила. Что его поискать надо. Его не уничтожили. А сместили. Сместили. А так как он давным-давно был. Система показывает количество роликов до 3500. Дальше нет. То есть больше видно не бывает. А у нас 5800. Дальше уже приходится вручную считать. Вот. Ну и что дальше. Ну а то показал. Какие у нас ресурсы сразу же. Вот. Да. Вчера в ролике я увидел. Наша знакомая одна. Елена. У нее у двух двойняшек дочек. День рождения. Софья и Мария. Я их так не научился различать. Они похожи. Я их по платьям. А они платье сменят. И я их путал тогда. Тоже поздравляем. Что Господь вас хранит. Да благословит. Вот. И что дни рождения ничего дарить нельзя. Я всем говорю это. Нашей заслуги никакой нет. Но чтобы вы были верующие. Выросли благовестницами. Ну и я их знаю. Они у меня были два года. Нет. Один год были в лагере. Один год только приезжали. Хорошие девчушки такие. И вчера вдруг я вижу день рождения. Вчера у них был. Ну и сразу и помолиться за них. Молился. Чтобы Бог их благословил. Хорошие девочки. И над ними старшая. Там постарше маленькая Вика. Я ее очень любил. И нравится она. Все за ними ухаживает. Везде как мам няньки. Так. Ну вот это мой мир. Сюда заходите. Тут я тоже выставляю ролики. Тут роликов 4816. Фотографии 20556. Ну бывают такие, которые серийные. Но если даже это убрать, то останется больше 10 тысяч. Легко переписывается. Заходите сюда. Ну и наш форум. Форум этот. Вот. Тут написано. 2488. Уже седьмой год. День. Вот. Я считал 3600 роликов. А тут двух не хватает до 698. Что-то меняет эта система. Не знаю. Цифра была. 603. 1603. Ну вот. Вот посмотрите. Вот. Какое наше видеокон. Этот форум. Какое чудо. Вот форум. Теперь что. Ну я вот сейчас допустим на главную страницу хочу зайти. Когда люди к нам заходят. Вот я нажал ее. Вот главная страница. Потеряевка. Заповедник православия. Слайды. С музыкой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. У нас детский лагерь. Православный. Там был единственный. Вот теперь. Тоже видимо на то ли подправить. Или был. Видимо так и будет. За 8 лет. Написано. То другое. Тут очень хорошо. Это Сергей Козлов все сделал. И здесь вот. Именно ВКонтакте. Где у нас форум. Смотрите. Сайт во свете Библии. Наши фотографии. Канал. Посильная помощь. Это кто может оказать полезные ссылки. Ну и теперь что. А вот что. Кто тут сейчас есть. Перейти на форум. Вот я нажимаю его. Перейти на форум. Так кто приходит. У всех так. Как форум составлен у нас. Заметьте. Дальше начинается оглавление. Система антиспама на форуме. Дальше. Вопросы по писанию. Общие вопросы. Социальные вопросы. Вопросы Игнатия Тихоновича. На которые я отвечаю. Ну там есть уже. Наверное до 100 тысяч с лишним доходит. Просмотров. Кто и как нашел Господа. Это сколько тем. 108. А здесь вам. Тема даже посмотреть. Сколько. Расскажите о себе. Дальше. Аудио проповеди. Ответов 148 только. Новый завет. Слушать. Читать. Скачать. Песни на стихи Лапкина. Это такое. Видите сколько. Видео проповеди. Посмотрите какие тут данные. Сообщения. Другие видео. Видео скрытых. Скрытый форум. Новости Алтая. Новости христианского мира. О нас пишут. Противосектантские материалы. 858 ответов даю. Разбор ответов разных людей. Разные новости. Кистина православия. Открытым оком книги. Для Слова Божьего нету стихи Лапкина. Дальше. О Потеряевке. Лагерь Стан. Община. Это только книжа по темам. Дальше. Благовестие. Писание. Православные пробудитесь. Пришествие Христа. Бракосочетание. Муж и жена. Дети. Тут написано семья. Дальше. Плоды от научения и от веры. Плоды веры в Бога. Плоды неверия в Бога. Вот. 401 ответ только пришлось дать. Бес и щеродействие. Это что? Монашество. Вот смотрите. В монашестве сколько разных подтем. Болезни исцеления. Вера. Внутренний мир. Знание Библии. Крещение. Молитва. Мужество. О житиях. О проповеди. Семья. Святых. Священников. Семья. Природа. Звери. Рай. Чудеса церковные. Только в теме монашества. Фонд Господень и Иерусалим. Пасха. Другие праздники. А та праздника. Продолжение. Заметьте. Разное. Вот сколько есть. И что у нас тут. Данные какие. Всего взято. 1602 темы. Вот оно где. Вот точно. И за которое добавлено 16183 ответа. 699 участников зарегистрировано. Сегодня опять нового приветствуют. Ну и теперь надо нам выйти. Это по темам пришли. А как? Опять вот так бегунок поднимите кверху. И вот здесь вот новое сообщение. Я сейчас нажимаю новое сообщение. Вот они новое сообщение. Первые вопросы ко мне, которые задают. 148950 ответов. А это сказать просмотров. Ответов. Даю ответы только я здесь. 3601. 3601. Вот я сейчас ткнул последний. Кто здесь был? Сергей Игнатов. Я здесь не отвечаю. А вот здесь если взять 369. Очевидно что-то отвечаю. Это ко мне. А тут уже не отвечаю. Отвечаю теперь в событиях дня. Вот. Что у меня здесь? Моих сообщений здесь. Только на форме. 7446. Вот куда уходит сила. Приходится говорить. Вот теперь нам надо что-то найти. Опять поднять вот так бегунок. И нажать опять на новое сообщение. И выше на первую страницу. А теперь вот здесь вот справа общий поиск. Вот он в конце почти. Вот. Храм Христа Спасителя. Вот общий поиск. Я его нажал. Вот теперь пожалуйста. Что нужно то заряжай. Деревня. ИНН. Патриарх. И там в этой теме. Море информации. По каждой теме. Не просто тема. Там и ролики. И чего только нет. Вот такое дело. Ну и дальше. Наш видеоканал. Очень хорошо составленный. Удобный. Плейлисты. Только открыть стоит. Вот сколько. Видишь. Ну. Посещений не так и много. Вот сегодня я выставил. Сейчас вот гляну. Сегодня. Пока 3. Пока 3. 83. Спор Михаила Архангела и Дьявола. Ну и так дальше. События дня. 44. А вчера на события дня. Уже 218. А перед этим были события дня. Сейчас я. Ну это тут. Под замком означает. Уже администрация поставила. Но не снимает. Это я снимать буду. Сам. Вот здесь. 4 миллиона 552 тысячи. просмотра. 5 тысячи 400 подписчиков. Нас принесли. Отнесли к этим. Плейлисты. Вот я нажимаю. Плейлист. Вот какие плейлисты подряд. Проповеди. Гонения на детей. Дима Делата. Вопросы. Ответы. Стихи. Это все плейлисты. Сохраненные плейлисты. Наше кино. Проповеди. Заметьте. Плейлисты. Персоны. Политика. 308 видео. Интересно. 308 одинаковые. Дети воспитания. 308. Здесь помилейше. 117. Ну вот здесь. Если ткнуть. Она дальше потянет. За собой. Меньше. А тут что? Сохраненные плейлисты. Видите? Везде. И везде. Если только толкнешь. Будет. А теперь как? Ну снова выходим на себя. Опять выходим на наш. Сегодня. И очень большой у нас ресурс во свете Библии. Православный библейский сайт. Здесь все книги можно скачивать. Здесь самое ценное. Во всем, что я показал, это вот вопросы и ответы. Вопросы и ответы по четырем параметрам. На основании Библии ответ. На основании трудов святых отцов. Жития святых. И книги правил. Ну и кроме того, современность. Там поэзии и прочее. Везде поэзии много. Это наш. Такой застывшей форме. Вот нажми на форум. Нажал на видеоканал. Вот собственно и все. А сижу я на одном месте. Чего у меня тут? Ничего тут такого и не было. А что тут может быть? Вот сегодня у нас в среду занятия по скайпу. А вчера не было. Жду братьев. Ушли на работу. Сходил на лубей слазил, покормил. Жуланов, Воробьев. Конечно это малое все. Интересно самому. У меня на окне тут сказать птичий базар. Я делюсь опытом. Богу нашему слава.